здравствуйте сегодня мы проведем с вами такой небольшой ликбез очень часто особенно молодые садоводы огородники задают вопрос когда на пачке написано детерминатные сорта помидоров и индетерминатные сорта что же это вообще такое что с ними делать и как их вообще формировать в грунте но про формировку мы с вами поговорим чуть позже а сейчас я правда такой небольшой ликбез проведу что же это за в чем их отличие итак первый сорт это называется которая вот такой индетерминатные в чем его отличие и в чем его вот основные его характеристики это сорт помидоров которые растет и выращивают его как правило в один стебель если вы живете в южных регионах то вы можете его выращивать на протяжении нескольких лет у них неограниченный рост то есть они могут вырастать очень большими длинными формирование первой кисти начинается после образования 9 листьев и образовывается кисть дальше расстояние между первой и второй кистью это два в основном 33 лист 3 ветки с листьями и вот так вот будет повторяться на протяжении всего стебли опять три листа гроздь три листа гроздь и бесконечный рост этого то есть как раз индетерминатный сок его выращивает в один стебель если вы выращиваете у средней полосе то лучше врачи такие только для теплиц потому что его обязательно нужно будет подвязывать к опоре он даст высокий и урожайный еще один вид томатов это детерминатный сорт в чем отличиями именно этого сорта детерминатный сорт отличительная характеристика что томат кисть томатами начинает образовываться после 7 листочков которые вот образуется снизу образуется кисть и через два листика образуется следующая кисть и самое интересное что эти томаты могут прекратить и в основном прекращают свой рост после образования четырех максимум пяти кистей то есть все раз и они останавливаются есть еще супер детерминатный сорт что же это такое это очень ранние сорта помидоров который не требует посынкования они отличаются очень дружные быстрой отдачи урожая вот это вот такие сорта просто терминанты мы все-таки формируем то есть пасынки убеду удалять иначе если мы не будем этого делать вы представляете то есть получится огромный куст перегружены вот этими плодами что во первых затянет созревание урожая и скажется на количество плодов поэтому его все-таки формируем пасынки убираем это вот как раз детерминатный сорт томатов детерминатные сорта в средней полосе лучше конечно выращивать в открытом грунте есть еще один сорт томатов который называется полудетерминатные в чем его отличительная черта как и детерминатные они могут прекращать свой рост на определенных количествах кистях а могут и не прекращать ну там масса причин могут возник поэтому ты их так и назвали полу терминатные вот такие томаты которые полу с названием полу лучше конечно формировать в два или три стих и выращивать их тоже в открытом грунте я думаю что вот такой вот мой вам мини ликбез понадобится когда вы будете планировать свои посадки и выбирать сорта для того чтобы вот не ошибиться какие куда мы сажаем и так давайте я вам еще раз напомню детерминатные сорта мы сажаем в открытый грунт в теплицах нет смысла выращивать интертерминальные сорта мы сажаем в пленочных укрытиях или в теплицах с подвязкой к основного стебля и формированием в один стебель и если вы живете в южных регионах можно высаживать его с подвязкой в открытый грунт это вот основные характеристики оставайтесь с нами следите за нашими новостями всем пока